Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 406 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Детская лига дзюдо. В Самару приехали лучшие борцы со всей России. Волейбольная нова сменила тренера, но пока продолжает проигрывать. А крылья советов ушли на зимние каникулы в роли аутсайдера чемпионата страны. Ушли на зимние каникулы серии поражений из четырех матчей. Крылья советов занимают предпоследнее место в чемпионате страны и находятся в зоне прямого вылета из премьеры лиги. Как прошла игра с Уралом из Екатеринбурга, расскажет мастер спорта. Крылья советов на Самаро-арене проиграли второй подряд домашний матч. На этот раз более проворным оказался Урал из Екатеринбурга. Хотя волжане первыми открыли счет на 21-й минуте. На вес в штрафную гостей Антона Зиньковского и мяч ворота головой отправил Никита Чернов. 1-0. Поведя в счете, крылья развить свое преимущество не смогли. И наоборот, оказались в роли отстающих. В конце первого тайма счет сравнял уралец Павел Погребняк. А через пять минут, после начала второго тайма, он оформляет дубль и выводит команду вперед. Крылья советов горят 1-2. Вернулись в игру. Очень хорошо начали второй тайм. Очень уверенно забили два мяча. Подарили гол Саута. Опять, это не к тому, что соперник плохо играл, а мы хорошо. Боевой матч. В конце начались качели. Кто кого, по сути, перекачает. Сначала качели склонились в сторону крыльев советов. В середине второго тайма Дэйна Радонич ворвался в штрафную, обыграл защитника и вколотил мяч в сетку ворот Урала. 2-2. Тем не менее, гол Радонича очков крыльям не принес. За семь минут до финального свистка главного арбитра Эль Кабир ударом со штрафного поразил ближний угол ворот Сергея Рыжикова. 2-3. Поражение Самарского клуба в последнем матче 2019 года. Все бились в команду, молодцы. Обидно, конечно, перед болельщиками. Дома две игры проиграли. Сегодня, в отличие от Уфы, хоть борьба была, это тоже плюс есть. Претензий к игрокам с моей стороны нету, потому что сегодня обидно. Но было, что они очень хорошо заряжены, но, к сожалению, не повезло. Три мяча влетели в ворота крыльев советов со стандартных ситуаций штрафной и угловой. Футболисты так объясняют эти ошибки. Потеря концентрации, в принципе, просто другого объяснения тут нет. Просто, ну, все вроде грамотно стоим, но самое плохое, что именно стоим и играем как надо. Всегда хотим отдавать себя на 100%. И, ну, видим, как фанаты нас гонят вперед. Тоже хочется как-то отблагодарить их за, что они приходят на стадион в такую морозную погоду. Но, ну, в целом, хотелось бы извиниться, конечно, за этот последний отрезок чемпионата. Вот, и надеемся, что на сборах сделаем выводы. Не знаю, подкорректируем нашу игру и будем набирать очки. После перерыва будем так же выходить биться, как сегодня игра показала. То есть ходят на нас, смотрят, не бросают нас. Поддержать команду «Крылья Советов» приехали ветераны клуба. Бронзовые призеры чемпионата страны 15 лет недавности. Вспомнив молодость, медалисты пообщались после матча и с журналистами. Незаслуженно проиграли, а обидно, конечно, это футбол. Мое мнение, что надо двигаться вперед. Обидное поражение, да, согласен. Желаю ребятам, чтобы они быстрее восстановились, забили этот первый сезон и готовились к следующему сезону. Потому что очень важно это для «Крыльев». Жалко, что сегодня проиграли. Я думаю, что Самара, как город, и болельщики, которые болеют для «Крылья», должны смотреть лучший футбол. Я думаю, что на будущее время будет лучше. У клуба все есть, инфраструктура, база великолепная, тренировочные поля, стадион построили, руководство, все есть. Остается только правильный подход, так скажем. Везение оставило команду, и они скатились после четвертого поражения подряд на предпоследнее место в турнирной таблице. На зимние каникулы лидером чемпионата страны уходит питерский «Зенит». Возобновится турнир в марте 2020 года. «Крылья Советов» сыграют дома с Оренбургом. Волейбольный клуб «Новый» из Новокуйбышевска на неделе сменил главного тренера. Теперь командой руководит двухкратный чемпион Украины Юрий Филиппов. Но и он чудо пока не совершил. Первый свой матч он проиграл со счетом 0-3 по партиям. Мастер спорта покажет, как это было. Волейбольный клуб «Новый» отправил в отставку главного тренера Александра Горбаткова. Новый специалист, который поведет команду к победам, украинский чемпион Юрий Филиппов. Мастер спорта СССР, кроме Харьковского локомотива, тренировал и сборную страны. Уехав работать на Кипр, и там добился головокружительных результатов. Завоевал Кубок и Суперкубок Кипра. Последний сезон работал в Греции. Теперь задача мастера – совершить волейбольное чудо и в Самарской области. Мы еще свое последнее слово не сказали. Я вижу, что ребята и в тренировочном процессе, да, то есть они тренируются. Желание есть огромное. Да, огромное желание доказать, что все-таки это последнее место – это не наше место. То есть сделаем все возможное, чтобы с него уйти. Игр еще достаточные, игр еще достаточные. Я же говорю, по крайней мере, в команду я верю. Даже этим составом поставленную задачу мы можем выполнить. Есть у нас куда идти вперед, да. Нужно усиливать подачу, нужно усиливать общую игру, блок, защита, да. То есть это те компоненты, над которыми мы будем работать. И я думаю, что все придет. Матч с «Факелом» из нового рингоя начался для «Новы» с новым тренером по старинке неудачно. В стартовой шестерке гостей на площадке появились лидеры команды, которые доказали свое мастерство 25-11. Победы легкими никогда не бывают. Даже если так выглядит со стороны, это всегда большие усилия команды. Но у нас сегодня многое получилось. Мы сделали вывод из наших предыдущих игр. У нас сегодня очень хорошо сработал блок, хорошо летела подача. Мы доставляли много неприятностей команде «Самары». Ну и в целом результат положительный, это самое главное. Вторая партия проходила уже в более ожесточенной борьбе. «Нова» удачно начала сет и смогла к середине партии выйти вперед – 10-9. Затем подача гостей превратилась в убойную силу, с которой новокубышевцы не справились. Не получился у хозяев паркета и быстрый волейбол. «Факел» организовал надежную игру на блоке. В результате «Нова» проиграла и вторую партию – 17-25. «Очень много своих ошибок. Во-первых. Во-вторых, не справились со своей атакой. Счет по игре. С любой командой, как показывает практика, можно играть. С тем же «Кузбассом» вы если сыграли достаточно неплохо. Поэтому дома, в домашних стенах будем биться, будем стараться». Третий сет повторил сценарий второй партии. Если в начале «Нова» навязывала борьбу сопернику – ничья 7-7, то к середине партии «Факел» включил форсаж и на подачах вырвался вперед. 16-8. «Нова» пыталась изменить ход поединка, но остановить соперника уже не смогла. 17-25 и 0-3 по партиям. «То, что задумывали, практически ничего не получилось. Абсолютно. Тяжелое поражение и при ноле по счету. Я думаю, что ничего страшного. Ожидали, что игра будет тяжелая, но не настолько легко, что выиграет, столько выиграет «Факел». Принимать такую подачу, как сегодня подавал «Факел», ее нужно подавать на тренировках. Пока у нас такой подачи нет, поэтому сегодня что-то противопоставить мы не смогли». «Нова» занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице «Суперлиги». 9 матчей, 9 поражений. «Факел» – второй. «Локомотив» из Новосибирска возглавляет чемпионат страны по волейболу. Новых чемпионов дзюдо воспитывают в детской лиге. Первенство проводится в Самаре второй год, но турнир уже приобрел известность. Юные спортсмены приезжают со всей страны. С будущими мастерами спорта познакомился мастер спорта. Нарик Сарксян на татаме с трех лет. Пришел в секцию дзюдо вместе со старшим братом, чтобы дома одному не скучать. В сторонке повторял борцовские движения. Тренер заметил усидчивого малыша и пригласил на тренировки. Сейчас 10-летний Сарксян – надежда самарского дзюдо. Пока юный спортсмен выступает в детской лиге. На втором этапе завоевал бронзовую медаль. Мы стараемся больше всего попасть на Олимпиаду, так как он у меня очень хорошо, не хорошо, а то есть он любит очень смотреть вот эти вот те Олимпиады. Вот с 12-го года начиная, он у нас все смотрит. И я надеюсь, что как-то у него получится, потому что Олимпиада еще впереди. Как нам тренер говорит, будем стараться и стремиться к этому. Проект Самарская детская лига дзюдо запустили в 2018 году. Соревнования состоят из четырех этапов. По итогам каждого спортсмена набирают рейтинговые очки, призеры получают медали и кубки. В конце сезона баллы суммируются и определяются чемпионы в четырех возрастных категориях. На татами выходят юные дзюдоисты от 6 до 14 лет. Это большой стимул для спортсменов в плане набора опыта. Да, то есть детишки еще не такого возраста, когда их много возят по соревнованиям. Поэтому собраться в одном месте с многих городов – это определенный опыт, обмен опытом. Кроме медалей, чемпионов и тренеров-чемпионов ждут денежные призы. За такие серьезные награды приезжают бороться спортсмены со всей России. В этом году на первый этап заявку подали более 700 человек. Лучший клуб увозит суперкубок. Премию получают также и лучшие судьи. Проводим ряд семинаров, как судейских, так и секретарских, которые нацелены на то, чтобы ребята, которые еще сами борются, либо заканчивают свою спортивную деятельность, могли иметь возможность найти себя снова в дзюдо и найти себя в качестве арбитра. Мы очень много ситуаций рассматриваем, как на татаме, видеоситуации, рассказываем про правила. То есть у нас совершенно разные форматы, после которых ребята могут применить свои знания непосредственно на татаме, работая на всех этапах. Мы эту программу ввели не только в Самарской области, но на примере Самарской области в прошлом году мы сейчас запустили несколько таких же проектов и в других регионах Приволжского федерального округа. Дзюдоист Игорь Тачаев решил попробовать себя по ту сторону татами. Пошел учиться на судью. Многочасовые семинары, мастер-классы, зачеты, экзамены. Пройдя все испытания, Игорь Тачаев теперь судья третьей категории. В первом сезоне детской лиги стал лучшим арбитром турнира. Сейчас помощник главного судей соревнований. Нет никаких эмоций, никакого волнения. Нет такого представительного мандража. И тебе не надо здесь напрягаться, бороться. Просто стоишь, показываешь оценки, главы не ошибаются. Здесь совместные бригады. Конечно, их разделили по татами, чтобы был обязательно квалифицированный судья, который помогал принимать правильные решения, если вдруг юные судьи пока делают ошибки. Поэтому здесь все рационально распределено, чтобы победителя определить верно, скажем так. Награждал чемпионов и призеров второго этапа детской лиги дзюдо руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Это прекрасное событие, прекрасное мероприятие, потому что когда есть такие энтузиасты, которые обвиняют такое количество людей, тем более детей. Потому что если ребенок с самого раннего детства начинает заниматься спортом, соответственно, он продолжает расти в этом отношении. Главное, что он никогда не бросал этим заниматься. А что касается этого мероприятия, масштаб большой. Свыше 50 детей, более чем 20 регионов России. Поэтому великолепная организация, великолепный уровень бойцов, спортсменов и, соответственно, хорошее показательное результаты в дальнейшем. Любое соревнование всегда это стимул для ребенка. Потому что когда спортсмен, пускай он маленький спортсмен, выходит на соревнование, это повод доказать и показать то, чем он научился за все это время. Показать свое мастерство. Поэтому и любое соревнование это неотъемлемый важный этап, в принципе, в процессе тренировочной деятельности, тренировочной подготовки. Организаторы здесь устроили на самом деле праздник. И эта атмосфера чувствуется праздника. Дети кричат, дети радуются. Получают призы, получают медали. И такая достаточно добрая, интересная конкуренция. Нету какой-то агрессии, нету какого-то негатива. То есть все по-доброму. Четвертый этап детской лиги дзюдо пройдет в апреле 2020 года. После которого и определятся абсолютные чемпионы в каждой возрастной категории. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!